На повестке дня всего три вопроса, и все они касаются областной казны. Основной – изменения в региональный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Представленный проект закона предусматривает увеличение дохода областного бюджета на 2023 год на 5,3 миллиарда рублей. За счет налоговых доходов на сумму 1,4 миллиарда рублей, за счет безвозмездных поступлений на 3,9 миллиарда рублей. Расходная часть бюджета увеличивается на 6 миллиардов рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений на 3,9 миллиарда рублей, которые отражены в расходной части в соответствующих направлениях. Увеличена статья на ремонт и строительство дорог, на приобретение медицинского оборудования, капитальный ремонт лечебных и образовательных учреждений. 490 миллионов рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без припечения родителей. Вы знаете, что губернаторам принято решение, значит, 457 миллионов выделено на выдачу сертификатов детям-сиротам, должны приобрести, выдать 191 сертификат. А в целом в этом году на это направление выделяется 1 миллиард 162,2 миллиона рублей. Почти 360 миллионов рублей направят на дополнительные выплаты для поступающих на военную службу по контракту. На 70 миллионов увеличивается статья расходов по выплатам родителям и вдовам погибших военнослужащих. Губернаторам принято решение о выделении денежных средств на модернизацию объектов уличного освещения города Брянска на сумму 430 миллионов рублей. Я еще раз подчеркиваю, что сумма 430 миллионов рублей для освещения города Брянска. 47,5 миллионов рублей на приобретение автомобильного транспорта. Общего пользования для Брянска – это 10 автобусов. Кроме того, за счет специального казначейского кредита в сумме 500 миллионов рублей планируется приобрести 79 автобусов для пригородных и межмуниципальных маршрутов. Выделяются дополнительные средства на обеспечение лекарствами амбулаторных больных. В этом году общие расходы по этой статье составят 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Больше нас только Москва, Московская область. В Воронеже там миллиард. А мы деньги даем, 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 даем. И у нас еще больше, больше, больше. Да, больше. Может там инвалидность дают или львотные лекарства. Там надо тоже посмотреть. Понимаете? Она сказала, что 117 миллионов рублей было в 2015 году. 117 миллионов выросли до 2,3 миллиарда. И еще надо еще 700. Ну давайте посмотрим просто. В департаменте посмотреть, как закупать. Я постоянно об этом говорю. Все есть в Афганах. Потому что посмотрите. Посмотрите там. В Воронеже 3,5 миллиона. И мы 1,165 миллиона. И у нас в 2 раза больше, чем в Воронеже, выделяем на этот уровень. Второй вопрос повестки – это льгота на уплату транспортного налога для участников СВО. Александр Васильевич, ваше замечание, которое вы это самое сделали, значит, было срочно отработано на бюджетном комитете. И все категории граждан – это не только мобилизованные, но и контрактники, добровольцы, которые по 69-му закону пользуются льготами. На них будет распространяться действие налоговой льготы по освобождению от налогообложения по транспортному налогу на налоговый период в 2023 год. Льготой могут воспользоваться военнослужащие, заключившие контракт, мобилизованные, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, участвующие в СВО, плюс граждане, поступившие в добровольческие формирования или их супруги. И последний вопрос – это изменение в закон о межбюджетных отношениях в Брянской области. Все три вопроса были приняты депутатами в трех чтениях.